итак приступим для начала выпоем конденсатор дохлый повторюсь вот он сразу смотрим где у него минус и соответственно черточку ставим минус все поехали так смотрим где моя любимая увеличилка 35 вольт 47 микрофарад вот наш кондерчик да сейчас если увидите покажу видите блестящее все мокрое это и есть электролит так 47 микрофарад 35 вольт берем вот такой не очень нужный блок питания смотрим что-то недалеко от этого также выпаиваем резистор вот этот вот и видим и правда вот он сгорел прогоревшие пятно маркировка желтый фиолетовый желтый фиолетовый оранжевый золотой желтый фиолетовый оранжевый золотой желтый фиолетовый оранжевый так давайте я вам покажу как можно вычислить емкость без всяких справочников старые времена когда эти резисторы были дефицит вот так вот зачищаете резистор вот видите до токопроводящего слоя вот сейчас вот видите просто процарапываете его и медлите соответственно сопротивление мы знаем что вот здесь где-то пробой был ставим давайте давайте сначала вот с этой стороны померяем так вот 15 килоом не жалея спирта протираем плату как следует была бы ванночка я бы вообще полил ее от этой гадости потому что вонять будет когда греется ужас вот другое дело все аккуратненько все чистенько все прекрасно вот видите как красиво стало видите все блестящее красиво и так все конденсатор впаян чуть-чуть с наклоном побольше диаметром немножко другого типа нашел резистор впаян все аккуратненько так теперь крепим радиатор так давайте сначала маленький винтик как пути вот 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 большой теперь надеваем нашу скобочку которая прижимает транзистор к радиатору точнее мы уже выяснили что это не транзистор а диод сдвоенный диод так закрепили берем корпус корпус нижняя часть это на которой шильдит аккуратно здесь на защелка плата встает все вставляем внутрь и идем делать контрольное включение и так контрольное включение вставляем шнур закрывать пока не будем и включаем разъездочку все готово порядок перепутал 1675 светодиодик загорелся вот смотрим все порядок пускай немножко поработает в общем нам этот раз повезло вот так поставлю чтобы напряжение было видно и светодиодик вот светодиодик вдали вот напряжение 1676 сейчас вот 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 и весь ремонт. Но это не сложный ремонт. Зарвавшийся кондёр – это всё ерунда. Не забудьте подписаться. Иногда выкладывают что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.